Супрайз, мутафака! Ну, когда сонный, он не очень-то приветливый. Ну, ничего, может попозже и разговориться. Спонсор сегодняшнего ролика – магазин «Рандеву». И в честь нашего сотрудничества хочу поделиться скидочкой своей, именной, которая действительно до конца 2023 года. И... Это он птичек. На птичек так реагирует. У него же телевизор там в виде окна. До конца 2023 года скидка действительно на все товары стоимостью от 2,5 тысяч. И суммируется со всеми-всеми скидками и акциями, которые уже и так есть на сайте «Рандеву». Проходите по ссылочке в описании. По ссылочке проходите. Затем применяете мой промокод 10Пашко. Он многоразовый, поэтому... Вот. Вот. И хочу, конечно же, поблагодарить замечательного дружинника, подписчиков и просто очень хорошего человека, Алена. Ален Пруэт. За то, что он мне достал, можно сказать, этот замечательный парфюм, которому посвящен сей ролик. Привез из Казахстана мне сюда, прямо в Новосибирск. И давайте откроем. Я так рад. Я так рад, что поеду в Ленинград. Так я давно за ним охотился. Так я его ждал. И ролик будет именно такой. История по-пашковски. Когда некоторая часть зрителей психует и говорит, ну, когда обзор... А вы, кстати, напишите там в комментариях, что сам обзор с такой-то минуты, там, с 15-й. Я же люблю, я считаю, что парфюмы у них, у каждого все равно есть, ну, есть какие-то предтечи, предпосылки. Почему я его купил? Почему я так рад безумно, что он у меня в коллекции появился? В случае с этим ароматом, действительно, история, ну, такая для меня, она имеет какое-то значение. Вот, поэтому заваривайте кофеек там, кто чайок и все такое. А, ну, еще хочется сравнить, да, с его братом старшим, Диор Ом, классика 2005 года. Диор Ом Колонь вышел в 2007 году. И это, по-моему, был первый из фланкеров. Хотя Диор Ом Интенс Антанс тоже вышел в 2007 году, но, по-моему, попозже. Ну, я могу ошибаться. И вот посмотрите, они как вместе выглядят. И я бы сказал, что даже как-то поинтереснее, ну, цвет отличается, да, немножко. Все-таки папа Диор Ом 2005 классически потемней. Но этот зато такой стройненький и тот самый металлический стержень с гравировкой Диор на нем. Не знаю, насколько вам тут видно. Ну, в общем, long story short. Ой, разучился я говорить по-английски. Короче говоря, изначально я купил папу Диор Ом 2005. И произошло это в 2006 году. У меня и года выпуска 2006. Это флакон. И вот это я все сам лично, честно относил. Купил, и очень он мне понравился. Я в него прям влюбился. И тут услышал рекламу в журналах, все, что Диор Ом колонь появился. Ну, то есть, типа, фланкер. Тогда еще в том же... Ну, в 2007 году, получается, первые упоминания были о колонии. И тогда еще даже не все знали такое слово, как фланкер. Но у меня было понимание, что чем-то, наверное, должен отличаться. И вот я пошел в магазин Ле Туаль. Для меня он казался... Ребят, вот я вам сейчас не вру. Он казался таким гламурным, таким пафосным, таким понтовитым. Но я вот читал недавно историю Ле Туаль, в каком году он появился. И, вы знаете, в Новосибирске, вот, а может и везде, как бы не в 2007, он и появился только. Открылись первые магазины. Ну, а знаете, как вот, ну, с годами много что меняется. Когда вот такие места открываются, то очень даже, возможно, меня памяти не подводит. Ну, вот ощущения у меня такие были. Зеркальные вот эти витрины красивые, софиты везде, и все как-то так роскошно. Ну, может быть, вот знаете, как это, человеку, который не в столице живет, да, вот я, в Новосибирске, и, может быть, ничего слаще редьки не ел. Ну, то есть, для меня это был такой прям... Я с таким благоговением туда захожу, значит. И первое, что меня взбесило, это то, что охранник за мной по пятам стал топать. И причем, ну, вот видно, что он смотрит, пасет, а там такие узенькие проходики, все заставлено-заставлено этими ценностями, этими всякими Диорами, Шанелями. И он по проходикам и зырит на меня. И я понимаю, что вот лишь бы, ну, то есть, боится, что я что-нибудь украду. И так, ну, неприятно себя ощущать, думаю, чем я вообще... Ну, презумпция невиновности же должна какая-то быть. А у них, видимо, вот, всех подряд они пасли так. И я себя чувствовал каким-то... Ну, может быть, да, мои комплексы, дело вот тут вот в голове. Но я себя тогда вот на фоне этой блистательности какой-то... Все чисто, все сверкает. Все наполировано там, да не знаю, какого брульянтового блеска. И я себя каким-то замухрышом прям чувствовал. Еще это охранник. И так неуютно, неуютно. Ладно, короче, иду к этому Диором, значит, стенду. Говорю, девушка, дайте мне, я хочу попробовать Диором колонь. И она мне, знаете, что говорит, консультант. Вот еще с тех пор у меня заранилось такое очень жирненькое зерно сомнений, что, ну, по поводу, а все ли консультанты компетентны. И она мне говорит на голубом глазу. А вы знаете, у нас тестера для Диором колонь именно нет. А вы попробуйте Диором обычный. Они одинаковые, сказала она мне. Ну, тут я даже, ну, я даже сейчас себя парфманьяком назвать, ну, прям таким вот не могу. Ну, лайтовый, может быть, да. А тогда, тем более, ну, просто любитель ароматов я. Но даже мне понятно было, что она чушь в пургу несет, понимаете. Я все, у меня разочарование мгновенное. Я даже спорить с ней не стал. Какой смысл, если, ну, у нее такие познания. И ушел, не словно, нахлебавший. И с тех пор, ребята, я, наверное, лет 7 или 8 в Литуаль принципиально не ходил. Очень мне не понравилась вот эта вот слежка по пятам. Вот этот весь какой-то пафос. Ну, действительно, неуютно было. Все, принципиально не ходил. Только вот где-то в году, в 2014, когда скидки там уже, они стали хорошие проводить, чуть ли не, там, не 50 процентов. Я туда пошел. Уже я скупал активно парфюмы за рубежом на ebay. И думаю, а что же у меня под боком Литуаль? Что же я упускаю возможность? Вот так вот дело было. Это начало. То есть, когда не удалось мне попробовать, соответственно, я тогда не такой был безумный, как теперь. Теперь уже все. Это лиха беда начала, что называется. Если бы я появился в том магазине за этим Диоровым колонием уже с нынешним, как бы, своим бэкграундом, с нынешним опытом, я бы, конечно, купил вслепую. А тогда, ну... Да тогда, на самом деле, эти суммы, они считались как-то более весомыми для бюджета. Ну вот. Остался я без него. И следующая моя попытка произошла именно на ebay. Там британец продавал. Ну, году, наверное, тоже в 2014, в 2015, может быть. Продавал, значит, эти Диором колони. И, по-моему, у него две штуки. Написано, две штуки в наличии. Я обе их купил. И, короче, потом, через пару дней, он мне пишет отказ. Возвращает деньги и говорит, извините, наши регуляции новые. А я помню, действительно, это все с Британии началось, что запрет отправки ароматов, именно парфюмов, за рубеж. По самой Великобритании вроде можно. А потом и другие страны стали подтягиваться. И, к сожалению, теперь с этим сложность. Только отдельные перевозчики, только морем. И не от всего сердца. Короче, опять облом. Заметьте, я целых два флакона уже, думаю, хапну. Уже, знаете, азарт во мне какой-то, думаю. К тому же его сняли уже. В 2014-2015 год уже вышла версия 2013. Диором колони. Вот. Я понимаю, что снятость, что скоро его вообще будет днем с огнем не найти. Уже два флакона. Облом. И последняя попытка. Те, кто вот прям давно меня смотрит, и те, кто там все мои ролики пытался посмотреть, может быть, вы помните эти эпичные в двух частях про магазин Матрешка. Наш русский интернет-магазин, где я пытался снова купить версию 2007. А, кстати, что я вот не принес-то? Сейчас я этот флакон принесу 2013. Ну, просто вдруг кто-то не понимает, что изначально вышла версия Диор Ом 2007, и она ирисовая, она по мотивам папы прям Диор Ом 2005, а потом в 2013-м вышла, соответственно, в 2013. Хотя у меня, по-моему, флакон, я уже в ролике говорил, но у меня есть бэкап. Короче, один из них у меня выпущен аж в 2012-м. То есть заранее. Такое бывает. Вот. И уже такой вовсю был. А, ну ладно, что я перескакиваю? Матрешка. Короче, матрешка. И я вижу там версия отдельно 2007. Отдельной позиции продается и отдельно 2013. Как-то я знаю, что в русских интернет-магазинах, особенно с вот этой вот чехардой Диор, что они под одним и тем же названием, вы понимаете, и флаконы-то даже, в принципе, по форме-то они похожи. Только немножко, вот видите, цвета изменены. И аромат немножко совсем, вообще абсолютно другой. Понимаете, в чем дело? И я понимал, и я сталкивался уже с вот этой вот пересортицей в интернет-магазинах, когда пишут название, ну, как будто бы старого, а на самом деле тебе новый уже продают. Ну, я думаю, ну, если есть версия такая и версия такая отдельно, ну, значит, наверное, и пришлют то, что надо. И купил. Купил, думал, что вот этот. Они мне присылают вот этот. А покуда, как я уже сказал, у меня бэкап уже присутствовал, ну, то есть два флакона по 125, это мне вот выше крыши, они мне присылают третий, и, ну, не сказать, что по самой сладкой цене. Это для вот этого цена сладкая была, а для которой везде валялся, думаю, зачем мне третий не нужен? И началась эта безумная эпопея с возвратами, когда, ну, кто, может, не видел ролик, я напомню, что я им отправил назад, и по трек-номеру уже все в Москве находится, и получено адреса там, вот. Но оказывается, как они мне сказали, получает это все какой-то курьер, ну, типа посредник какой-то, и этот посредник курьер должен к ним привезти, и он никак им не вез, ни много ни мало, пять недель, ребят, пять недель в... Дело не в самом сроке, а дело в том, что я в подвешенном состоянии все это время был. Ну, уже четвертую-пятую неделю уже вообще. Я, как бы, мало надеялся, что мне вернут средства. Ну, в конце концов, я уже стал ролики снимать, я уже там, ну... Короче, вернули. Кое-как. И опять облом, вы понимаете? И все... Почему я так долго рассказывал? Потому что все из-за него, из-за единственного этого аромата. Ну, получается, что попытка номер четыре. Вот. А если считать, что там два флакона были, то, может, и попытка номер пять тогда. И я его, получается, в итоге заполучил вслепую, ребят. Вот. Но я уже знал, что он в любом случае, оно мне надо. И давайте теперь я вам, наконец-то, да, вот кто там у нас будет любезен написать, что с четырнадцатой минуты обзор сам. Короче, аромат для мужчин, конечно же, группа древесная, цветочные, мускусные. Выпущен в 2007, как я уже сказал. Парфюмер Франсис Кюркджан. Верхние ноты мандарин, бергамот, нироли, лаванда. То есть три цитрусовых целых, да. Кардамон и шалфей. Средняя нота ирис. Базовые ноты ветивер, какао, кожа, амбра и пачули. Если честно, в общем, я его, да, вот когда уже нанес на себя немножечко, ну, не то, что разочаровал, кстати, сикает спрей, сикает. Вот тех времен флаконы, они почему-то сикают, и папа сикает так же. То есть такая, знаете, очень, не микрокапли, а такие вот дискретные две-три тоненьких струечки очень вяло так попадают на кожу. Этот такой же. Короче, почему немножечко я взгрустнул, потому что он, во-первых, я не почувствовал море цитрусов. Ну, думаю, по логике вещей, да, если это версия колонь, то должен быть тот же самый диором 2005, но обогащенный цитрусами, ну, и что-то там еще. Но потом я разнюхал. Вот сейчас я уже чувствую, что да, цитрусов действительно больше, другое дело, что, ну, они как-то очень вплетены так вот, мягко. И потом меня разочаровало, что он в общем и целом похож на папу, но при этом тише заметно. Ну, и показался мне нестойким, и так далее. Но затем я его разносил и понял, что, ну, все-таки, понимаете, я его буду оправдывать. Все-таки это немножко другая версия, все-таки она более цитрусовая, и она действительно, шлейф мягче, шлейф потише, но зато это очень получается офис-френдли история, да, можно на работу носить и так далее. Я даже сегодня его с удовольствием нанесу, его уже неоднократно носил, удовольствием, вот действительно, ой, ой-ой-ой, что это? Человек-косоручка, у меня последнее время куда-то летит вот из-за уха, на камеру особенно. Зато можно эти пшики дозировать, можно по чуть-чуть поддавать, додавать. Что касается, ну, короче, офис-френдли, то есть, от вас пахнет старым добрым диором 2005, и при этом у него вот она дозированная очень, вот эта вот громкость, и вы никого не смутите, я думаю, для таких мест очень хорошо, ну, хотя вы скажете в ответ, да, можно взять папу и нанести поменьше, в общем-то, да, то есть, знаете, в сухом остатке, ребят, я бы не, ну, то есть, сказал Паша, да, который, сколько получается, 15 лет, гонялся за ароматом, ну, я бы вам сказал, сильно не запаривайтесь, то есть, если вам хочется офигенского, уже можно сказать, классического парфюма, знаменитого, да, прекрасного, расчудесного от Dior, то купите папу 2005 с металлическим стержнем, либо же 2011 версию, ну, либо, как сейчас уже Dior Homo Original, уже по бутикам, да, которые по-французским продаются, в Россию не завозятся официально, вот их купите, а за этим, ну, понимаете, он снятость, он, скорее всего, будет недешево стоить, и, хорошее, все-таки, вот теперь цитрусы слышу, может, они там в трубочке поиспарялись, и у меня первые пшики были недостаточно насыщенные цитрусами, но, понимаете, цитрусом его назвать нельзя, все-таки, все-таки он про ирис, он, ну, я бы вслепую, наверное, перепутал его с папой, сказал бы, ну, это же Диор Ом, как он есть, но сам я при этом безумно рад, это, ну, понимаете, это как вот что-то, как на охоте, азарт такой, это то, что тут прям давно хотел, и вот, и получил, ну, и флакон, мне нравится на него просто смотреть, он любую полку украсит, именно вот этот длиннющий галстук серебряный, это прям красота красивенная, кстати, заметьте, галстучек чуть-чуть потоньше в уколоне, что еще больше изящества придает, видите, тут потолще, так что, и что касается сравнения с, все-таки, да, давайте уж, чтобы до конца все прояснить, сравнение с новой версией, ребят, как ни странно, но новая версия, это, у меня есть ролик, да, Hit Hitation называется, и это правда, новая версия очень всем зашла, в то время, как старая, ну, как-то, почти незамеченной была парфманьяками, выстрелил Intense сразу, это правда, вот они вышли, этот Intense вышли в одном году, и Intense прям, ну, мгновенно, все, любовь, любовь, невероятная, а вот на его фоне, может быть, потому что на фоне Intense, померк, но вот 2013 версия, она прям выстрелила, хотя, абсолютно ничего общего между этими двумя колониями нет, этот прям цитрус, этот цитрус, цветочки, цветок гриппфрута, по-моему, здесь, и белый-белый мускус, но настолько приятно это все замешано, настолько, как-то вот, он минималистичный, но, очень-очень приятный, тоже офис-френдли совершенно, этот унисекс, ну, хотя и тот, можно унисексом, наверное, назвать, 2007 версию, ну, короче, и многие ребята предпочитают именно 2013 версию, хоть она и не ирисовая, но, знаете, вот эти цветочки с мускусом, какую-то пудровость, все-таки, вот мне лично слышится пудровость, не ирисовая, другая, но она есть, и, конечно, и, по-моему, даже этот постойче, постойче будет, посильнее, чем версия 2007, поэтому, она, 2007, ну, больше для уже, для Dior Boia, типа меня, ну, как, я без колония, я вообще столько лет прожил без него, удивляюсь, столько времени потребовалось, а вы сильно не запариваетесь, достаточно, что в моем ролике, могли посмотреть, мнение и впечатление услышать, и, блин, ну, то есть, я, я на его смотрю, как вариацию, именно, как вот, фланкер, с небольшими, от, личами, от папы, ну, и почему и нет, Savas, тоже, вон, 2015, который, тоже, Eau de Parfum, Parfum, Very Cool Spray, тоже плюс-минус, такие, вроде как, отличаются, но, суть одна, ядро одно, у них, и ничего, нормально, это не мешает, допустим, мне их все четыре в коллекции иметь, а тут, тут же это фланкер винтажа, понимаете, по сути, снятые версии, это 2005, поэтому, поэтому, я счастливчик, ребятки, надеюсь, данный обзор был вам полезен, оцените как-нибудь его, и до новых скорых встреч, пока. Супер хай! Субтитры сделал DimaTorzok